ребятки всем привет у меня сегодня обзор покупочек была я одея была в сельпой была на рынке была в колбасном было вот еще планировала в аврору в т.б. ну думаю надо обед приготовить я пока побуду дома у меня стирка уборка и обед готовка а вечером от и выше до поздна работает вечером короче на рынке я взяла два карася один лени один не пожарим свежат только привезли 85 гривен килограмм насколько вышло не помню так надо будет перечистить все это дальше у меня магазин сельпо так пожелание для меня в чеке ось ось и все будет добрый чула лена ось ось и сына и добрый так сельпо я взяла хлеб обидней на рынке дешевле он стоит но там такая очередь что просто капец я очень редко хожу именно рано утром за покупками народу там я больше вечером предпочитаю но так как так как что так как у меня башка не соображает так хлеб хлеб батон 1639 так потом сельпо я взяла бананчики килограмм 767 гривен на 54 вышло что нас а рыбкой пахнет да все собрались и альмочка и нас и сатуша все дети дети о скатерть грязную в томате в томате так потом сельпо я взяла лук репчатый он дешевле чем на рынке килограмм 1650 на 2732 выбирала его трогала чтоб был тверденький хороший лучок дальше дальше ребята в сельпо по акции но на витрине осталось три что делю это последний да это бедро куриная три штучки здесь акционная цена за килограмм 90 гривен три штучки на 4780 что-нибудь приготовить и я что пошла бы зрительница мне написала что юля в сельпо хорошая акция на свинину я пошла и меня на кассе тоже не положили в пакет и на кассе уже рассчитываться она уже пикнула и я поднимаю пакет с мясом чтобы положить им себе уже в большой пакет она прорывается хорошо что не на пол просто на кассе вывалилась вот она мне где-то из-под полы дала какой-то бесплатный пакетик и я сюда запихнула не буду раскрывать ребята здесь два куска это свиная по моему лопатка решили такое так цена за килограмм сегодня акционная всего лишь 129 гривен и вот это вот мне внутри осталось чек вышла на 494 гривны тут 3800 по весу вот так вот я набрала мясо так потом две шоколадки лена заказала мама посмотри она обожает шоколад с мятой шоколад с ментолом вот такое необычное сочетание ей нравится он раньше продавался этот шоколад в т.б. но последнее время что-то он пропал миленеем это вкусный шоколад и он с ментолом то ли мяту то ли что я две штучки взяла одну она уже свистнула она уже слила так батончик по что это убит бат шо ци за убит милениум оси 1199 за штучку две штучки на 23 98 так и все получается а шут из забыл то батон все общая сумма мне вышла 666 гривен и 40 копеечек дальше ребята я пошла на рынок а и начала ходить по бабушкам бабушки которые на дорожках продают всякую свою домашнюю продукцию я взяла ребята кукурузки по моему 15 нет кукурузка 25 по моему гривен это такой стаканчик он и и не стакан и не рюмка что-то между вот взяла кукурузки моя задача была найти именно не сахарную кукурузу сахарная у меня есть на посадку а вы знаете я всегда вам рассказываю что я люблю именно кормовую вот она моя кукурузка любимая из детства вот нашла я у бабушки на дорожке взяла кукурузки огород у меня большой есть где сажать как один пакет пуст дальше также на дорожке у бабушек я еще взяла горошек 15 гривен за рюмочку обычный горох вот я взяла петрушку ребята так оказалось что у меня все семена в принципе есть уже куплены и подготовлены петрушки нет в моих запасах я взяла это получается столовая ложка стоит 10 гривен но все равно выгоднее покупать чем в пачечке вот ну и схожесть у неё когда домашняя такая продукция как правило хорошая схожесть так дальше лена заказала яблоки свои любимые семеренко 30 гривен килограмм короче подошла я там мы берем в одном месте яблоки такие вот красные по 25 гривен килограмм и у него же там семеренко подхожу ну а обычно он дает пакетик и набираешь я попросила пакетик смотри он идет и я хорошо выбирать нельзя нет именно эти семеренко выбирать нельзя смотрю он кидает все подряд с такими черными точками такие страшны вот я не не надо короче он что-то разнервничался я не стала у него брать наши маниции нервы надо я хочу выбрать вот взяла по 30 гривен килограмм выбрала семеренко так дальше нашла я мангольд я взяла одну упаковку 10 гривен упаковка я думаю что хватит вообще мангольд мама в прошлом году выращивала это вообще многолетние вроде бы как растение сейчас почитаем средний спелый сорт период от сходов до созревания 80-90 дней растения прямо стоящие это листья крупные так ничего не написано но мне кто-то из зрителей писал что многолетние если на одном месте посадить он будет расти и расти но так как мама сажала сеяла в огороде то естественно огород перепахан и ничего может где-то чудо произойдет где-то и зайдет если юля не пересыпает все короче надо наверное где-то другом месте или по краешку огорода или где-то в саду скопать местечко и там посеять не знаю взяла одну пачку ну потому что она разрастается такие большие кусты у этого мангольда вот видите нарисовано очень вкусные листья добавлять в салат очень полезные по вкусу они напоминают кто кушал вот свекольник там или вот ботву молодых свекольных листьев вот вот это напоминает очень такое вкусное растение есть такое дело дальше ребята здесь капуста морская капуста на 43 гривны а вот взяла я у бабушек на дорожке лук чернушку но раньше я покупала по 20 гривен стаканчик ребята сейчас стоит это рюмочка вот такая 80 или 100 миллилитров сейчас 50 гривен стаканчик не знаю я взяла пока одну вот во первых но надо будет еще взять может быть я где-то еще сегодня мало этих бабушек может быть где-то будет еще чуть дешевле не знаю я мне надо 2 рюмочки одну рюмочку я хочу посеять лук но более редко чтобы на полноценную лук репку вот а другую грядку я хочу сделать густо-густо на лук этот самый чтоб лук севок чтобы потом его сажать вырастить маленькие головочки как прошлом году вот взяла так дальше а ребята продают это голова толстолоба я хочу ухи сварить за одну штуку они прям поштучно 25 гривен вот такая голова потому что я буду сегодня на обед готовить борщ вот а я больше не люблю я себе отдельно ухи наварю так потом ребята вот что я буду на днях готовить я купила листья молодой капусты везде разобрали но я нашла я нашла вот такие зелененькие листья они не дешевые потому что ну молодая капуста только вот-вот начинает продаваться цена у нее не дешевая листья 50 гривен килограмм вот здесь тут по грамм 600 по-моему на гривен там 37 или что такое вышло это будут голубцы у меня как раз размораживается фарш как раз отварю рисом короче так потом дешевые вот эти вот страшные смешные огурцы но тем не менее на удивление они очень вкусные цена 30 гривен килограмм то есть дешевая да потому что нормальные огурцы стоят сейчас где-то 120 ну 110 можно найти а так как мне для салата или просто так там с чем-нибудь прикуску кушать то самое главное что они вкусные они имеют вкусный аромат это местная теплица какая-то наша выращивает мне кстати кто-то из зрителей написал почему они вот такие вот написали что скорее всего их поливают холодной водой и они получаются вот такие вот ну ну тем не менее на салат она вот нормально это шла со обожает огурцы но они грязные на 30 гривен килограмм есть потом что у меня здесь здесь у меня говяжьи сардельки очень вкусные все чек наверное да так сардельки за килограмм сто девяносто восемь гривен на сто сорок две гривен и 6 сардельки потом я взяла кусочек нет ласса не надо подожди кусочек масла что-то потекло в крови видите мясо потекло чешусь блин а шума там такое потекшая а шума тут лежала кашла так короче масло на двух пакетах она не протекло нормально все за килограмм масло 377 на 75 40 кусочек и здесь колбаса ну что-то потекло а голова рыбья лежала ну потекло короче вот такая колбаска солями золотая килограмм триста семьдесят пять гривен на сто девять шестьдесят вышла печалька так что такие покупочки колбаса меня вышло триста двадцать семь гривен а вот а лук чернушку надо бы действительно еще еще взять вообще лук чернушку можно сам на семена лук самой посадить берутся такие выбираются большие даже проросшие луковицы они садятся где-то в одном месте потом когда они пускают эти стрелы у камня соседка делать она их вместе как так связано чтобы они не болтались а так до кучки стояли и потом с них собирает семена а я чего так не делаю не знаю покупаю так все вот такой-то обзорчик ребята всем удачных покупок до новых встреч пока пока